Мастерские комплексы приемов дзюдо кота должны уметь выполнять все борцы. Культивируются пять основных комплексов, включающих броски, удары, борьбу в партере и приемы самозащиты. Законодателем кота во всем мире является Кадакан, Международный институт дзюдо в Токио, на который и ориентируется Омская школа. Оба участника этого процесса должны выполнять свою роль хорошо и обе роли этого процесса одинаково сложны. На открытии областного чемпионата в дисциплине кота участвовали порядка 20 дзюдоистов и большинство из них уже попробовало свои силы в первенствах и чемпионатах России. Например, в прошлом году выхода мячей на татами не оставил шансов на золотые медали даже столичным атлетам. В прошлом году так все сложилось, что мы и первенство России выиграли, и чемпионат России. И сейчас, в принципе, мы готовимся. Это как этап отборочное соревнование перед первенством и чемпионатом России, который пройдет в Москве с 8 по 13 апреля. Дзюдо кота развивает тело и дух, а еще дарит путевку в жизнь людям с ограниченными возможностями. В Омской области уже 8 лет культивируется это направление среди слабослышащих спортсменов. А так как два года назад кота впервые вошла в число дисциплин Сурдолимпиады, у многократного чемпиона России, а мяча Максима Гусакова, есть реальный шанс попробовать себя на мировых стартах. Эта дисциплина на гонуката включена в Сурдолимпийские игры впервые в 2013 году. То есть уже есть чемпионы Олимпийских игр. В дальнейшем планируем принять участие в Сурдолимпиаде в 2017 году, в летней Сурдолимпиаде, именно в этой дисциплине. По итогам Омского областного чемпионата будут отобраны лучшие спортсмены для поездки на российские соревнования, которые в апреле пройдут в Москве.